Птенец стерха вылупился 23 мая. Это птица удивительная, один из самых редких, один из самых уязвимых видов журавлей, причем, можно сказать, даже всего мира, потому что обитает этот журавль только в нашей стране. Уже даже в одном названии стерх слышится что-то такое совсем северное, какие-то звуки шаманов, звуки, я не знаю, иния какого-то шуршащего. Обитатель Сибири, тундры или лесотундры Сибири, там, где он гнездится, это очень скудно на корма. У пары стерхов в гнезде только два яйца, но выживает в природе только один птенец. Это связано с тем, что в результате ограниченного количества корма птицы не могут себе позволить вырастить двух птенцов, и выживает сильнейший. То есть один из птенцов, который вылупляется либо раньше, либо он просто сильнее, активнее, он, вот, к сожалению, убивает своего брата или сестру. Ну, конечно, у нас такое не бывает в питомнике. Мы, конечно, второе яйцо забираем. Мы ежегодно получаем приплод от стерхов, очень рады этому. Птенец практически сразу, ну, как, в принципе, у журавлей принято, на следующий день, там, через несколько часов он встает на ножки и следует за родителями. Первое время он очень много времени лежит, отдыхает, папа с мамой всегда находятся рядом с ним, безусловно. Но постепенно птенец, когда чем старше он становится, тем он становится активнее. И если раньше при приближении людей его основная тактика была затаивание, то есть он ложился, то вот сейчас он уже начинает так очень активно перемещаться и уже убегает по большей части. Ты кушает он в основном уже сам, хотя вот папа с мамой периодически какие-то наиболее вкусные с точки зрения журавлей ему кусочки приносят. Он покрыт вот таким рыжим пухом. Постепенно пух будет сменяться на перо, которое сначала будет буровато-белое, и только на третий год птица полностью наденется вот в такой белоснежный наряд, как выглядит взрослая птица. Московский зоопарк активный участник программы журавлей о Евразии. И вот тот приплод, который мы получаем от стерхов, мы либо отдаем в другие зоопарки, либо готовим к выпуску в природу. Ну вот конкретно вот этого птица у нас в планах реинтродуцировать в места и хонного места обитания.